Трудные места описания с библейским порталом Экзегет. Довольно известное выражение из 9 главы послания к римлянам апостола Павла. 21 стих. Не властен ли горшичник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Здесь всю главу можно прочитать, 9. В ней Павел разбирает один очень важный вопрос. Как быть с тем, что иногда Бог как будто сам делает человека неверующим? Он в качестве примера приводит фараона из истории Схода. Фараон не отпускает израильский народ, и это Бог ожесточил его сердце. Нет, но если фараон сам не хочет отпускать, то все понятно, это его выбор, он несет за него ответственность. А тут Бог ожесточил сердце фараона. И тогда фараон ни в чем не виноват, не так ли? И для того, чтобы поспорить с этим тезисом, Павел говорит, финодальный перевод, «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? Ну, в смысле, сам так захотел, сам так сделал, и теперь обвиняет фараона. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого?» То есть один, простите, ночной горшок, а другой у вас для цветов, да, из одной и той же глины. Разная функция. И, ну, горшку должно быть обидно. За что его-то так? Он ничего плохого не сделал. И что есть с людьми так? Вот одного для погибели, другого для спасения. Многие богословы в последующие времена будут именно так это толковать, что никакой свободы воли не существует, по сути дела. Что Бог выбирает людей. Ну, как пастух выбирает баранов. Одного на шашлык, а другого пусть он там откармливается и дает приплод вместе с овцами, да? Ну, вот так он захотел. Ну, и нечего тут рассуждать. Ой, в послании к римлянам так говорится много о любви Божьей, о том, что Бог желает спасения людям. И вдруг такое. Мне кажется, здесь Павел подходит к пределу своего понимания этих вопросов. Ну, не только Павел, мы тоже. И, по сути дела, как он ставит вопрос. Он говорит, вот бывает так, что сопротивление Божьей воле – это часть Божьего плана. Вот фараон не отпускал израильтян. В результате произошли определенные события. Но это было не потому, что фараон вместе с Богом как бы равна великая сила. Фараон бы, наверное, хотел. А фараон тоже часть этого замысла. И в этот замысел входило его упрямство. И Бог об этом знал. И с нашей точки зрения это несправедливо по отношению к фараону. Обратим внимание, что крайне важно не только хороших людей, так скажем, привлекать и о них заботиться. Но даже вот такой ужасный человек, как фараон исхода, который не хотел израильтян отпускать, он тоже нуждается в справедливости. За него тоже надо как-то словечко замолвить. И тогда получается, что с ним плохо обошелся Бог. Что делать с этим? Мне кажется, Павел не просто затыкает рот, типа, а ты молчи, ты никто, чтобы меня спрашивать. Он говорит, ты не горшечник, а глина. Глина, не спрашивай горшечника. Почему? Потому что глина, она не понимает, как горшечник ее лепит. Потому что человеческий опыт, человеческое размышление, оно очень ограничено. И смотрите, вот горшечник делает сосуд для почетного и для низкого употребления не потому, что он ненавидит заранее сделанный им сосуд для низкого употребления, а потому что в хозяйстве нужно и то, и другое. И они вместе образуют какую-то, ну, общую картину. Да, вот нужно, чтобы было и одно, и другое, и у всего свое место. Мы просто не видим этой картины. Я думаю, что это не столько обвинение человека, спрашивающего в том, что он не хочет принять суверенную волю Бога, сколько ограничения в нашем познании. И дальше он комментирует. Помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть помилование, когда виновный человек получает прощение, не результат его заслуг или его пожеланий, но результат действия Бога. А и в этом смысле можем только опираться на его суверенную волю, как говорит Павел. Мы не вправе ему диктовать, кого миловать. Это его право. Конечно, из этого вырастает потом богословие абсолютного избрания. Оно особенно характерно для кальвинизма, для строгого такого кальвинизма, когда получается, что одни люди избраны для спасения, другие нет. Они избраны, и, соответственно, получается, избраны для погибели. То есть если все погибают и кого-то спасают, то кто-то остается. Представим себе тонущий Титаник, плывут люди на лодке, кого-то они берут в эту лодку. Ну, кого-то не берут. Ладно, лодка ограничена в размерах. Божье милосердие не ограничено. Почему он так берет, а кого-то не берет? Хочется сказать, он этих обрек на гибель. Хочется сказать, но Павел этого не говорит. Он говорит другое. Он говорит, мы не понимаем этого, потому что мы глина, а он горшичник. И мне кажется, это очень важно, когда богословие не пытается все сказать за Бога, о Боге. дать некую принципиальную схему Бога, дать ему какую-то инструкцию. Вот действует Бог только так, мы знаем, как он, не вправе нарушать наших требований. И Павел останавливается ровно на этом рубеже. Мне кажется, он честно говорит, я не понимаю, почему так. Но я понимаю, что он вправе это сделать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Павел dias п temat, который, в смысле, не ignore. Существует sig. Существует. podemos определяться.